Субтитры делал DimaTorzok Миру дороги памяти. Удельники международного патриотичного автопробега наведали областный центр. Белорусская лирика и американский джаз. У Гомеля протягивается цикл летних концертов «Безовые вечары». А зараз об этом и иншим больше подробно. Президент Беларуси Александр Лукашенко доручил доброупорадковать военные могилки и места массового похования, поведомили у пресс-службы керавника Державы. Доброе упорадкование проведут до святкования 75-й годовины вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников. Совету министра удоручено зацвердить правила работы в местах похования. Местовым органам улады треба продугледить гэтые выдатки при формировании бюджету. Протягиваем выпуск. Лишь бы вая технология у сельской господарцы. Сегодня на палетке региона вышел комбайн с приставкой «Супер». Разумная сельгазмашина – продукт распроцовки и вытворчасти Гомсельмаша. Першие гектары зерневых опрацованы на полях Туровщины. Комбайн КЗС-21-24 презентовали на выставе «Белэкспо-2018». По функциональности «Узровне комфорту» гэтая техника не соступая импортным аналогам. Головная особливость суперкомбайна – система докладного землеробства. Технологичные орошения закликаны допомогать аграриям на каждом этапе сельско-господарших работ, починаючи с подрыхтовки хлеба и заканчиваючи сбором урожая. Бортовый компьютер сдольный сшитывать колькость собранного с кожного участка поля сбожа, а затем складать карту урожайностям. Такая система робит працу машины больше эффективной, а страты минимальными. До того ж, гэта зовсім іншае у паравнанні с технікой попереднега покалення умовы працы механизаторов. В той же кабине созданы условия, ну скажем, самые комфортабельные. Уровень шума не превышает 76 дБ. Стоит холодильная камера, которая позволяет продукты питания иметь охлаждённые и одновременно можно разогреть их перед употреблением. Сенсорный экран, который позволяет отображать все функции, позволяет быстро настроить режимы. Система запоминания настроек. То есть, то, что сегодня предлагают все лучшие мировые фирмы, это «Джундир», «Ньюхолланд», «Класс», «Ахко», «Гонсельмаш» тоже на этом комбайне воплотил. Единственное, что наш комбайн будет в 2,5 раза как минимум стоить дешевле, чем в такой же комплектации будет комбайн тех фирм, которые я назвал. Больше подробностный материал про технику найновшого поколения глядите в наших наступных выпусках. Семинар для специалистов, которые находятся в резерве керующего состава, прошел в Светлогорском районе. Удельники региональной программы «Школа молодого керавника» наведали Светлогорский агросервис и филиал РУП «Гомелэнерго» «Дубрава Агра». Подробностностью наших коллег со Светлогорска корреспондентов телеканала «Ранок». Гэта проект накерованный на подрыхтовку кадров, якая забеспечивает траманье ведов и навыков, необходимых для оперативного и стратегичного керавания у организациях агропромыслового комплексу. Пэвный план мероприемства по реализации программы был распрацованный на областным и региональным узровнях. У гэтым семинары прымали удел керавники сельхозпроцеприемства Светлогорского района, якие займают посаду меж за год, а так само резерв керующих кадров. Тема сходу керавания персонала. С початку присутных ознайомились с программой и распавели об стратегичной праце, правильным керавнишим падыходе и организации дейности персоналу. Як у сёгэта выглядая на практицы, удельники семинара змагли оценить, наведавшись в Светлогорске агросервис и погутаравшись с директором предприемства Василем Калейчыком. Юн провёл экскурсию по цехах, рассказал о коллективе, организации працы, супрацовництве агросервису с предприемствами агропромыслового комплексу. Гутарка о профессийном росте, умении координовать дейность подначаленных протягнулась и у Центры подрыхтовки повышения квалификации и пера подрыхтовки рабочих Управления сельской господарки и харчевания Райвы Конкама. В программе семинара было так само наведывание филиала Дуброва Агра Рубу Гомель Энерга, ознайомление с материально-техничной базой. Тут удельники семинара обмерковали пытания обороны проценных и социально-экономичных правов, членов профсоюза, работников АПК, выконание бизнес-плана и многое иншее. Закранули и тему корпоративной культуры. Реализация проекта «Школа молодого керавника» дозволит подрыхтовать команду профессионалов, сдольных, злаженно и якосно выращать керавницкие задачи. На протягу года будут проходить семинары, тренинги и селекторные нарады. Так само удельники проекта пройдут стажировку. По управлению Державного комитета судовых экспертиз по Гомельской области подвели выники работы за первые по годам 2018-го. По колькости выконанных экспертиз специалисты региона показали лепший выник Украине. За справозначный час их проведено свыше 20 тысяч, а так само больше 6 тысяч 400 оглядов места уздарения. Выявлено и собрано каля 3 тысяч криминалистичных следов, которые сприяют раскрытию злочинствов, а так само заявляются доказной базой в ходе расследования криминальных справ. Для удосконаливания работы экспертов ведется умоцование материально-технической базы. Так, в ближайший час ждет поступления новых аналитичных обсталеваний, которые позволят находить наркотики в биологичных следах человека. Поляпшаются и умовы праца экспертов. Выконывается ремонт помешканья и закупка мебли. Самое важное, чтобы необходимо было бы подчеркнуть в этом году, это совместная работа с областным исполнительным комитетом. Так, в прошлом году Гомельским областным исполнительным комитетом нам были выделены определенные суммы на ремонт тех помещений, где работают судебно-медицинские эксперты, криминалисты, и мы имеем эти помещения в совместной собственности с горрайбольницами. Так, в городе Жлобине, Будо-Кошелево были сделаны отличные ремонты, на мой взгляд, и условия для работы экспертов на сегодняшний день выглядят надлежащим образом. Три города-герои и шесть городов воинской славы за четыре дни. Удельники международного патриотичного автопробегу, дороги войны, дороги миру, дороги памяти, наведали Гомель. И они усклали кветки до мемориалу на аллее героев. Вселетний пробег, третий по лику, маршрут пролягал по территории России и Беларуси. Стартовала автоколонна у Смоленску, завершился пробег у Бранску. За этот час его удельники побывали у Москве, Ржеве, Витебску, Могилеве и инших городах. На протягу всей поездки они наведали и фотографовали помники и мемориалы, присвеченные падеям Великой Айчиной войны. Перша початковая мета автопробегу рассказать молоде об падеях и героизме трагичных годов. За раз добавилися еще одна. Створить атлас памяти. Вот в этом атласе памяти будет его... Два варианта планируется. Один обычный, бумажный. Хотим сделать его в виде красочного альбома. И второй вариант – это в виде приложения. Приложение мобильного приложения. И тогда те люди, которые будут в дальнейшем ехать и воспользоваться этим приложением, они смогут увидеть, что... Ну, вы все автомобильные приложения понимаете, да? То есть, вот как объявляют о том, что заправка там через километр, здесь будет говориться, что впереди у вас памятник героям, которые спасли там эту деревню, или помогли нам наступать, побеждать. Спортивно-массовое свято здоровье 2018 провели у Гомельской областной организационной структуры белорусского физкультурно-спортивного товарыства «Динамо». В им приняли удел сопрацовники усих с 14 правооховных ведомствов, а так само члены их семьев. Усяго больше, как тысячу спортсменов и представников групп «Патрынки» под Гомелем собрало масштабное свято здоровье. И навык непогать с моцными ливнями не стало пирожкоды для проведения споборництва. Организаторы постарались озарабить так, как на спортивных пляцовках каждый знайшел для себя заняток по душе и с корыстью для тела. Перотягивание лины, ловля рыбы и куриных яек, гировый спорт, кулевая строльба, дартс, кидание валенка, битва на подушках и многое иншее. Программа «Свято здоровье» включила шарах самых розных конкурсов и эстафет. Утым лику – семейных. Пераможцы и призеры с поборництва отримали грамоты и подарунки. У Гобинской областной универсальной библиотец с имя Ленина протягивается цикл летних концертов «Бэзовые вечары». На этот раз свою творчателю датчам подарили керовник вокальной эстрадно-джазовой студии Анастасия Витебская и ее ученица Жанна Купрейнка. У живым выконаньях этих шаровных солисток присутные погрузились аудивный свет лирычных белорусских мелодий, колоритных русских песен и запальных американских джазовых композиций. Для одних людей музыка – профессийный ориентир, для инших – любимый заняток для души. Сегодня о себе можно проявить у самых розных на керунках и стылях, а так само выступить с аутерскими композициями. Дарающего опошний часу все большую популярность, набирая американский джаз. Все возвращается. И сейчас джазовая музыка очень актуальна. Во-первых, мотивы эти сейчас даже во многих вообще можно услышать. Да, даже в белорусском музыке. Но люди, которые в этом учатся сами, они уже в своей композиции, если не сочиняют музыку, они уже немножко начинают привносить такие элементы джаза и начинают возвращаться к тому, что было раньше. Дождливый характер на дворе в регионе не изменится и у ближайшие дни. На большей части территории в области прогнозуются короткочасовые дожжи. За утро в особенных районах чекаются на вольнице и моцные ливни. Узмацнение ветру до 20 метров за секунду. Температура по ветру в складе до 26 градусов. Такие ж прогнозы синоптики дают до конца ты дня. Плануется, что дожжи на вольнице испынятся у субботу. Эта иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте, у интернете по адресе www.tvrgomil.by. Далее эфиры «Де-факто» и «Спортивный огляд». Я с вами развитываюся. Добрых вам новинок. Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжает «Де-факто». В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Около 80% месячной нормы осадков выпало в Гомельской области в субботу, 21 июля. В областном центре многие улицы затопило. Некоторые автомобили буквально поплыли, а из подвалов и погребов люди до сих пор откачивают воду. Подразделения МЧС продолжают работать в режиме повышенной боеготовности. Вот так выглядели автомобили, которым практически вплав пришлось переплавляться через затопленные участки. Транспортное средство, чьи двигатели глохли, владельцам и пассажирам пришлось толкать, предварительно закатав штаны и рукава. С некоторых автомобилей потоком воды срывало регистрационные номера. На главных улицах Гомеля останавливалось движение общественного транспорта, а десятки домов и частных подворий оказались затопленными. В 12 населенных пунктах Гомельского района происходило отключение электроэнергии. Обилие осадков не выдержали ливневки, а слабо укрепленные крыши домов дали течь. В МЧС сейчас анализируют последствия разгула стихии. Работниками МЧС проводились работы по откачке воды из девяти частных подворий, а также вовсе хранилища и спортзала одной из средних школ города Гомеля. Массовая гибель рыбы произошла на реке Добрица в Рогачевском районе. Об этом сообщили представители Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира. На участке реки длиной в 10 километров было обнаружено более 350 мертвых особей озерно-речной рыбы. На место происшествия приехали представители Гомельского областного Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также заинтересованной службы. Отобраны пробы воды. Предварительная причина массовой гибели рыбы недостаток кислорода в реке. Однако эксперты не исключают воздействия и антропогенных факторов. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с причинением ущерба в крупном размере. Но пока говорить о причинах гибели рыбы рано. Пока, значит, не определено количество растворенного кислорода в воде. Пока нет данных лабораторных исследований о присутствии в воде каких-то загрязняющих, отравляющих веществ. Сам себе отомстил. В Жлобине нетрезвый местный житель поджег свой автомобиль из-за того, что сотрудники ГАИ отогнали его на стоянку. По предварительной информации, после составления протокола мужчина попросился сходить к авто, чтобы забрать из него свои вещи. Но когда оказался в салоне, решил устроить огненное представление и поджег свой Ford Escort. Огонь быстро распространился по машине и повредил две соседние. Нарушитель задержан и дает показания. В результате пожара уничтожен салон, поврежден моторный отсек, автомобиля Ford Escort 1998 года выпуска. А также повреждены два рядом находившихся автомобиля марки Lada. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – занос постороннего источника из вне. Такова информация к этому часу. Оставайтесь на Беларусь 4. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Футбольный клуб Гомель одержал вторую победу подряд. После виктории в 16-м туре над обитателем первой пятерки чемпионата страны Слуцком на его поле зелено-белые обыграли и Могилевский Днепр. В первом круге гомельчане на выезде минимально уступили команде из Могилева. А вот на домашнем газоне подопечный Алексей Меркулова праздновали уверенную победу. Буквально накануне матча пресс-служба Гомеля объявила о переходе в стан клуба из жодинского торпеда «Белас» Сергея Шаповала. Именно украинский легионер сыграл ключевую роль в победе над Днепром. На 18-й минуте новобранец Гомеля на полном ходу грудью обработал отскочивший к нему мяч и следующим же касанием отправил его в ворота. На 41-й минуте Сергей Шаповал вновь забил, на этот раз головой. В окружении трех защитников Могилевчан футболист изловчился и пробил в дальний угол. 2-0. После второй победы Кряда Гомель на 10-й строке в турнирной таблице от зоны вылета зелено-белых отделяет 5 очков. После 17-го тура в чемпионате наступает продолжительная пауза. Следующий поединок Гомель проведет 20 августа в гостях против столичного торпеда. Четыре награды завоевали белорусы на международном боксерском турнире, посвященном памяти Семена Трестина. Там состязания проходили в Одессе. На счету белорусской делегации три серебра и бронза. На третью ступень пьедестала почета поднялся гомельчанин Вадим Панков. В полуфинале весовой категории до 75 килограммов белорус уступил украинцу Дмитрию Щербину. В нынешнем турнире памяти Семена Трестина за награды спорили 135 атлетов из 15 стран. Спортсмены из Мозыря выиграли общий зачет Олимпийских дней молодежи Гомельской области по гребле на байдарках и каноям. Соревнования проходили в Гомеле на грибном канале областного центра Олимпийского резерва по грибным видам спорта. Вторую строку в табеле о рангах заняли хозяева. Гомельские грибцы на третьем месте спортсмены из Рогачева. На дистанциях 200, 500 и 1000 метров соревновались более 130 юных спортсменов. Лучший из них представит регион на Республиканских Олимпийских днях молодежи в августе. Там атлеты будут оспаривать места в сборной страны для подготовки к чемпионатам Европы и мира 2019 года. Сегодня сборная Беларуси отправляется на мировое первенство среди юниоров и молодежи до 23 лет. Как всегда, в составе нацкоманды немало уроженцев нашего региона. Сборная команда Республики Беларусь это юниоры и молодежь до 23 лет вылетают на чемпионат мира среди юниоров и молодежи в город Пловдив, это Болгария. И наш состав достаточно высокий. Скажем, представляет нашу область. 19 спортсменов из всего состава. То есть это, ну такая, больше трети, скажем. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Оставайтесь на Беларусь.